Всем привет! Сегодня поэкспериментируем и закачаем себе официальные образы Linux Mint версий 1, 2 и 3. Причем я попробую сделать еще это и для 32-битных версий. Вот здесь вот если я возьму, выделю, скопировать. Здесь вот я просто-напросто вставлю и поменяю здесь вот на 32-бита. Вот что у нас из этого получится. Зацепит, как говорится, или нет. Открываем. Вставляем. И надо же, 32-бита, значит, он начал качать. Ну, тогда сделаем то же самое для 17.2. Не обойдем и ее вниманием. Так. Поменяем только вот здесь на 32-бита. Команды все эти находятся в вишенке. Вот, видите, на первой страничке. Linux Mint Sonomon. Ну, и сделаем то же самое для 17.3, но 32-битная. Теперь, чтобы они у нас отличались друг от друга по цвету, я просто-напросто прокрашу их в другой цвет. Ну, какой? Да, вот такой, например. Почему бы и нет? Нет, не очень как-то смотрится. Ну, давайте желтым цветом их прокрасим. Вот, 32-битные сборочки. Один, два, три. Это у нас здесь будут. А вот здесь, значит, у нас мы поставим и скачаем сборочки, значит, практически 64-битные. А потом, значит, я просто-напросто заброшу все эти сборки, если они будут подходить по размеру, если не будут превышать 2 гигабайт. Я их заброшу на Mail.ru, откуда вы спокойненько сможете все их к себе, как говорится, скачать. И это будут, скажем так, ваши архивные сборки. Единственное, что я сделаю, я к ним еще сделаю при помощи программы Crusader, сделаю к ним файлики контрольных сумм. Вот и все. Значит, чем это обусловлено? Значит, могу объяснить. У меня неоднократно возникало желание сборочку 17.3 взять и забыть навсегда. Уж больно много в ней было допущено ляпов. А вот сборочки первой и второй версии оказались на удивление устойчивыми и жизнеспособными. И умные пользователи, они так и сидят на первой, на второй версии довольны жизнью и, как говорится, не имеют никакой головной боли. Вот, я, значит, не хочу тут вдаваться во все эти детали, просто хочу, чтобы у вас был доступ к этим сборкам, чтобы вынимались, чтобы вынимались вот эти команды тут, не копировали, не набирали, хотя можете и так сделать. А, ну, чтобы могли просто взять и с моей кладовочки на мейл.ру взять и скачать. Вот и все. Прозы скачены, значит, контрольные суммы созданы. Вишенки я эти контрольные суммы подписал красным цветом. Сейчас вот еще допишу контрольные суммы для 64-битных сборок. И заброшу все это дело на мейл.ру. Так что в скором времени, значит, сможете оттуда скачивать готовые официальные сборки, проверенные с контрольными суммами. Продолжение следует...